Добрый день, Бельченко Алексей Анатольевич, представитель Красноярского края, Таймыр, город Дудинка, Таймырский колледж. Работаю старшим мастером в данном учебном заведении и ответственный за оленеводство и за проведение чемпионата на Таймыре. А сколько человек в вашей команде приехали сейчас? На данный момент, согласно регламенту, у нас двое юношей, двое девушек участвуют в соревнованиях. Вот у вас на Таймыре мы знаем, что оленеводство является основным родом деятельности коренных детей, да? Да, в большинстве случаев не только оленеводство, но и рыболовство, потому что Енисей и плюс оленеводство. Сейчас таких государственных предприятий на Таймыре не осталось, все частно фермерские хозяйства, большое разнообразие, поддержка краевая есть, поддержка нашего основного как работодателя, это не работодатель, а не недропользователь, это Норильский комбинат, он также поддерживает оленеводство, проходит там различные, будем так сказать, грантовые проекты для оленеводов участвуют. А какие есть проблемы, связанные именно с оленеводством, рыболовством, с какими проблемами встречаются? Основные проблемы, да, по рыболовству, это браконьерство, да, из-за него у нас падают лимиты для законопослушных людей, понятно, что лимиты упали, а браконьеры, есть браконьеры, тут мы никуда не денемся, это вот такая одна из основных проблем для рыболов. Конечно, ну вот смотрите, у нас сейчас был муксуна запретили вылавливать, осетра запретили вылавливать, то есть большинство основных пород, которые были в свободном доступе, сейчас просто лимиты очень урезаны, некоторые вообще запрещено ловить, то есть вот на три года запретили, на пять лет запретили, вот здесь вот такая вот, остались лимиты на дикого оленя, это восемь оленей на семью дается, сильные такие проблемы, как из-за того, что все-таки зашли еще недропользователи на нашу территорию, идут, ну, не дебаты, а идет разговор о том, ну, как там, пастбище все-таки, миграция оленей, это все равно дает о себе знать, поэтому... Ну, в общем, проблема связана именно с добывающими компаниями. Ну, не в том плане, что прям конкретная проблема, потому что, ну, смотрите, да, у нас оленеводы ходили по своему аргишу, да, зашла компания, немножко оленеводам приходится менять, да, часть, но маршруты менять, также идет миграция северного линия из-за того, что прокладывается, это все равно складывается на действия оленеводов, такие элементы. Следующее то, что пытаются настроить изгородничное оленеводство, но когда стадо большое, вы сами понимаете, что это ягерь, не бездонная, поэтому все равно решить будут оленеводы. Вот с этим вопросом. И, значит, следующий вопрос у нас касается с изменением климата, да? Сейчас везде идут разговоры про изменение климата, про потепление, это как бы у нас одна из глобальных актуальных тем является. Как обстоит дело с этим вопросом, с этой проблемой у вас на Таймире? Ну, смотрите, да, если по такому ответу, да, есть институты, которые этим занимаются, да, они дают научно обоснованные ответы, вот есть потепление, нету. Если же мы смотрим со стороны как оленевода, как людей пользователей, мы понимаем, что часть климата меняется, понятно, что это все равно цикличность нашей погоды, да, допустим, 20 лет не было, вот такая погода раз в 30 лет появилась. То есть мы видим, что с каждым годом у нас очень часто появляется разброс либо в одну сторону, там, в потепление, либо, наоборот, в похолодание, да, то есть более стабильная погода стала похуже. Допустим, по этому году у нас очень часто был южный ветер, заставил оленеводов понервничать, потому что олени идут против ветра, мы все прекрасно понимаем, и когда долгое время дует один и тот же ветер, олени уходят, ну, не туда, куда обычно, допустим, но это проблема стала для оленеводов. Ну, с потеплением связаны и такие, как бы, моменты, как заболачивание, вот, мест, да? Сейчас, ага. Заболачивание, вот, мест, обычных пастбищных угодий. Ну, у нас появляются более такие растения, которые несвойственны, ну, хотя бы для нашей территории, ну, в большом количестве, да, они были в единичном случае, но сейчас их стало чуть-чуть больше. Поэтому посмотрим через, допустим, там, пять лет вдруг как изменится, может быть, будет холодно, совсем холодно. Ученые-то разные прогнозы дают, одни говорят, что это сильно тепло, другие говорят, это сезон, там, 50-летнее потепление, да? Вот. Больше волнует о том, какая почва, какие выбросы, что падает с неба, да, то есть, какой дождь прошел, как будет наше растение жить. Чем больше неприятностей падает, тем, конечно, хуже нашей природе. И последний такой вопрос. Сегодня первый день чемпионата. Да. Все-таки у вас, наверное, есть какие-то первые впечатления. Можете про это рассказать? Да, впечатлений много, эмоций много. Почему? Потому что, когда находишься на замкнутой территории, да, нету свободного доступа от транспорта, не так часто проводятся крупные мероприятия на территории с заездом других регионов, и приезжая на чужой регион, конечно, видно культуру другого региона. Большой опыт наших участников и участниц это то, что они знакомятся с другими конкурсантами, делятся мнением, вот, обсуждают это. Все-таки общение – это основное, то, что мы получаем. И мы получаем опыт проведения, допустим, мне, как человеку, который организовывает, допустим, конкурс профмастерства, я смотрю, учусь, набираюсь опыта, делаем свои замечания, свои прогнозы, что можно взять, от чего бы мы не принимали, да, по проведению чемпионата. А так, настрой позитивный, доброжелательность хозяев, это видно в таком плане. Ну, смотрите, мы понимаем, что научный прогресс идет семимильными шагами, да, но на территории мы видим, что часть территории, где больше недропользователей, там сильнее развита структура. Ну, покрытие GPS-навигацией, покрытие сотовой связью – это плюс для лениводов, потому что благодаря компаниям возможность более безопасное нахождение в тундре – это для лениводов. с другой же стороны, да, мы понимаем, что топливо дорожает, в связи с санкциями, там, часть запчастей, часть техники подорожала, вот, эксплуатация техники, конечно, ставит на лениводов, ну, под такое сложное условие, особенно, когда попали снегоходы, квадроциклы, допустим, ДРП, допустим, компании, которые ввели санкции против нашей страны, и техника почти не поступает, запчастей практически есть, но сроки поставки увеличены, конечно, это будет накладываться, не каждый, расходные материалы, особенно узкого направленности, тоже подорожали, и подорожали не в два раза, в некоторые. Понятно, что мы можем сказать, что некоторые недобросовестные продавцы на этом наживаются, потому что он понимает, что он единственный, допустим, на территории, конечно, он может задрять и цену, но сложность в том, что чем больше конкуренция, тем интереснее, а вот наша структура Лоссов здесь посложнее.